Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как развивается волонтерское движение в Самаре? Как готовятся добровольцы к чемпионату мира по футболу в 2018-м? Об этом мы говорим сегодня. В нашей студии специалист по отбору и подготовке волонтеров Центра городских волонтеров Чемпионата мира по футболу Олеся Макеева и рекрутер Дарья Зинченко. У нас прямой эфир. Вопросы мы будем принимать по телефону 202-11-22. Звоните, мы вас услышим. Здравствуйте, Олеся. Дарья. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, сначала, в чем основные задачи, функции волонтера в 2018-м на чемпионате мира по футболу? В чем они заключаются? Ну, как вы знаете, что Самара один из 11 городов, который принимает чемпионат на своей земле, принимает всех гостей. Мы ожидаем, что их будет очень много. И, конечно, нужны люди, которые помогут показать все радушие и гостеприимство нашего города на Волге, рассказать о нашем городе, познакомить с самыми яркими достопримечательностями и, может быть, какими-то секретными местечками. Для этого, конечно, нужны волонтеры. Мы будем осуществлять программу гостеприимства для всех тех, кто приедет в наш город во время проведения чемпионата. Это информационная и экскурсионная направленность, да, основная получается? Ну, прежде всего, это вот именно программа гостеприимства, потому как волонтеры будут осуществлять свою деятельность на разных точках. Это, конечно, и оказание информационных услуг. Экскурсии мы проводить не будем, но волонтеры будут знать и уметь рассказывать про наш город всем тем, кому это будет интересно. Спровождая там спортсменов или гостей куда-то, да? Да, это верно. Ну, и основное, наше главное самое событие для городских волонтеров – это, конечно, фестиваль болельщиков, который будет работать все 30-го дня чемпионата. И что они там будут делать? Ну, по сути, это такой огромный стадион, только где матчи смотрят не вживую, а смотрят их прямые трансляции либо записи. Там будет абсолютно все, что может быть нужно для гостей и болельщиков, которые приедут смотреть эти матчи. Ну, помимо трансляций, там будут и развлекательные зоны, и детские площадки, там будет и фудкорт, и место, где купить можно разные сувениры. И, конечно, там и общение со средствами массовой информации. Чтобы как-то занять гостей, нужны будут волонтеры. Знаю, что стартовал набор в команду городских волонтеров где-то, ну, около пяти месяцев назад. На сегодня есть какие-то цифры? Сколько у нас волонтеров, которые примут участие? И что это за состав? Вот всегда интересно. Кто идёт волонтеры? Вообще, минимальное количество участников, и по плану мы должны рекрутировать, набрать, да. Тысяча триста городских волонтеров. Тысяча триста? Тысяча триста, да. Если даже быть точнее, тысяча триста тридцать пять волонтеров выйдут на объекты в рамках проведения чемпионата. А на сегодняшний день сколько уже набрали? Сейчас подали заявки, вот самые последние цифры вам сообщают, 4 тысячи двести шестьдесят три заявки поступило на данный момент. Перебор. Нет, нельзя сказать, что это перебор, потому как функции, которые мы предлагаем кандидатам сейчас определить, о которых наиболее интересно, их достаточно много. И у нас по-прежнему есть функции, которые ещё нуждаются в волонтёрах, которые ещё нуждаются в кандидатах. Это, например, транспортная функция, коммуникационный центр, это работа в штабе, где можно помогать, отвечать на разные звонки, которые будут стекаться в единое место. Это управление волонтёрами, то есть нужны люди, которые могут организовать вокруг себя группы других людей. Тоже с опытом, да, наверное, волонтёры должны быть? Да, конечно, те, которые, не обязательно с опытом волонтёрства, но с опытом организации и координации людей вокруг себя. Дарья, скажите, вот Олеся сказала про транспортное направление такое, вы как рекрутер. Кого набираете, отбирайте, чтобы люди услышали и к вам подтянулись ещё? Непосредственно на транспортное направление. В приоритете у нас, конечно, молодые люди. Они что, должны уметь возить машину? Нет, транспорт – это абсолютно не вождение машины. Это координация потока машин, если это брать фестиваль болельщиков, то это на парковке фестиваля болельщиков, помощь людям с ограниченными возможностями, ну и, соответственно, информационные услуги гостям, городу, гостям фестиваля болельщиков, маршруте, времени движения транспорта и так далее. Поэтому такое, так называется, транспортное направление. Да, координация транспортных потоков, в принципе, и в городе. Вот, логистика. Вот понятно, почему трудно набрать людей, потому что логистами тоже могут быть не все, и тем более ответственность большая. Здесь вот хочется сказать, что переживать про то, что умею я это делать или не умею, кандидатам не стоит, потому как у нас впереди ещё программа обучения, где мы всем необходимым знанием и навыком будем обучать. Так, ну и на сегодняшний день что же это за состав? Кандидаты что из себя представляют, Дарья? Кандидаты это абсолютно разные люди, и там самому младшему кандидату 14 лет на данный момент, а самому опытному кандидату волонтёры недавно исполнилось, верно, 80 лет. Удивительно. Есть волонтёры и серебряного возраста, учащиеся школ, студенты, высших учебных заведений, средних учебных заведений. Да, и теперь, значит, заявки ещё принимаются, как я поняла, да? Да, заявки принимаются до 28 февраля, то есть до конца февраля мы принимаем заявки. Заявку нужно подать на сайте волонтёр63.рф. После этого мы приглашаем кандидатов к нам в центр на Новосадовую 10 для того, чтобы пройти личное собеседование. Если случается так, что кандидат, который зарегистрировался, не имеет возможности приехать к нам или проживает в каком-то другом городе, мы можем также провести собеседование по скайпу или по телефону. А окончательное решение, когда волонтёр узнает, будет он добровольцем или нет? Решение о том, будет ли человек добровольцем на чемпионате или нет, мы будем принимать ближе к октябрю 2017 года. Вот как сейчас закончится этап регистрации и рекрутинга. Мы берём перерыв и уже все силы направляем на то, чтобы анализировать всех кандидатов и понимать, кто будет работать на чемпионате. Понятно. Ну, впереди февраль. Что запланировано на февраль? Как вы будете с кандидатом именно в феврале работать с кандидатами? Будут какие-то мероприятия? У нас, буквально сегодня мы смотрели на свой график, каждый день у нас есть какие-то важные встречи. И прежде всего, это, конечно, мы продолжаем проводить презентации программы, приглашать, рассказывать о том, что такое программа «Городские волонтёры», как стать участниками. Буквально завтра мы едем в Самарский колледж сервисных технологий для того, чтобы провести эту презентацию, помочь ребятам зарегистрировать и там же на месте провести собеседование. Мы едем с командой рекрутеров. Ну, и также на следующей неделе у нас есть выезды и в сельскохозяйственную академию, и университет на Яновой, и Полворский государственный колледж. И очень важное направление у нас сейчас новое такое получилось. Мы начали работать с рабочими, с людьми с работающими, которые уже не являются студентами, и мы начинаем проводить такие встречи на предприятиях. И вот в понедельник мы едем к сотрудникам «Гипервостокнефть» для того, чтобы также презентовать им программу, помочь им зарегистрироваться и сразу провести рекрутинг. Да, интересно. А почему выбор пал на эту организацию? Ну, это пока та организация, с которой мы смогли договориться. Мы с огромным удовольствием ждем другие предприятия, другие организации. Мы готовы ездить, проводить программы, привозить с собой рекрутеров для того, чтобы потом не приходилось сотрудникам тратить дополнительное время для того, чтобы приехать к нам в центр, провести интервью. Мы можем это сделать все на месте. Было бы желание, а вы все организуете. Да, абсолютно верно. Дарья, расскажите, как профессиональный рекрутер, как вы работаете, интервью, да, входит в вашу работу. На что вы обращаете внимание прежде всего? Что важно? Самое важное – это, конечно, желание. Желание принять участие в данном чемпионате, быть его частью и желание окунуться в эту атмосферу, в эту праздничную атмосферу. Приходят люди с волонтерским опытом, с большим причем таким волонтерским опытом. Есть люди, которые хотят вступить в волонтера только вот непосредственно с самого чемпионата. Но желание у них явно есть, глаза горят и хотят работать и окунуться в волонтерскую деятельность. А вы видели каких-то людей интересных, ну, так скажем, очень ярких, которые вот вам даже понравились и в душу запали? И вы думаете, какой будет классный волонтер? Вот что у вас, какие приоритеты, кроме того, кроме интереса еще? Много, на самом деле, таких людей, которые и запали в душу, и которые безумно прям понравились. Это начиная от школьников, которые с активной жизненной позиции, люди принимают участие во всех мероприятиях. В основном это большинство кандидатов принимает участие в Параде Победы и в Самаре, и в других городах. В общем, во всех мероприятиях, приуроченных к Дню Памяти. Ну, и также есть волонтеры серебряного возраста, о которых, конечно, невозможно не сказать. Это люди, которые дадут фору любому волонтеру нашего возраста, которые на данный момент активно занимаются спортом и не хотят сидеть дома. Хотят принимать участие везде, всегда и во всем, и наряду с нами быть счастливыми. Участливыми до такого мероприятия грандиозного. Для того, чтобы мотивировать горожан, потому что отбор еще идет и набор также, нужно, на мой взгляд, рассказать, какие приоритеты, преимущества будут иметь волонтеры во время проведения Чемпионата мира по футболу. Вот какие у него будут, ну, льготы, может быть, даже. Ну, льготы особенно не будет, но есть определенная такая сервисная программа поддержки волонтеров, которые войдут в состав большой волонтерской сборной. Но это, прежде всего, полная экипировка, униформа и там рабочий комплект, который будет включать в себя красивую торжественную одежду в символикой Чемпионата. Разные раздаточные материалы и плюс сувенирную продукцию, которую можно будет как оставить себе, так и подарить друзьям. А что вот это за продукция? Ну, мы пока еще не знаем, все это только готовить на стадии разработки, формирования. Какие-то значки, рюкзачки. Значки, рюкзачки, блокноты, магнитики, браслетики, много всего, я так предполагаю. Ну, это, конечно, бесплатный проезд на время проведения Чемпионата по городу Самара. Мы будем обязательно кормить наших волонтеров, потому как... Что важно, конечно. Да, конечно, сил нужно набираться. Ну, и отдельного внимания заслуживает программа развлекательная для волонтеров. Мы будем проводить разные мероприятия для того, чтобы поддерживать их дух. Мы будем устраивать волонтерские вечеринки. Мы будем стремиться к тому, чтобы наши волонтеры попали, если не на матчи, то хотя бы на открытые тренировки тех команд, которые приедут в Самару. Чтобы были преимущества все-таки. Конечно. Мы будем стремиться приглашать известных футболистов для разговора, для общения с волонтерами. Поэтому много всего интересного ждет тех, кто будет участником этого грандиозного события. И вот Дарья рассказывала про серебряных волонтеров, рассказывала, что они к нам регистрируются. Я бы хотела отметить, что наших серебряных волонтеров совсем не останавливает то, что у них нет дома компьютера. И они, например, не владеют этими средствами. Они приходят к нам группами, компаниями дружными. И мы здесь также на месте регистрируем в своем центре и сразу проводим рекрутинг. Поэтому если среди заинтересовавшихся кандидатов есть те, которые не имеют возможности пройти регистрацию через интернет на сайте, то мы ждем вас в стенах нашего центра. Мы вам поможем все это организовать и сделать. Да. Еще раз обращу внимание телезрителей, что у нас прямой эфир. Наш телефон 202-11-22. Если у вас есть желание стать волонтером и поучаствовать в проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году, то тут звоните, задавайте вопросы, если вас что-то интересует. У меня, в свою очередь, вопрос по образовательной программе волонтеров. Чему вы можете научить, какие первоочередные знания даете и по иностранным языкам? Насколько это важно, актуально или не принципиально, чтобы волонтер владел каким-то из иностранных языков? Ну, по поводу языков, наверное, я вам отвечу. Знание языков желательно, но оно также не обязательно. Но на данный момент кандидаты заявляют о знании около 25 языков. Самые популярные – это такие языки, как английский, немецкий, менее популярен французский, испанский, итальянский. Но также встречаются редкие языки, такие как дарий и айнский. Удивительно. Китайский сейчас очень набирает обороты. Китайский стал очень популярным, тоже очень много кандидатов заявляют о знании турецкого языка. Так что… Ну, вы отдаете им преимущество, да? Вот если знает китайский или турецкий волонтер, да, который претендует на то, чтобы быть волонтером, вы их сразу в команду забираете себе, конечно, да? У них будет преимущество, чтобы попасть. Преимущество будет, прежде всего, у тех, кто действительно хочет стать волонтером на чемпионате. И никакие заслуги, опыты и навыки не перекроют, это самое главное, быть в составе большой волонтерской сборной. Потому как, ну, это основное. Дальше у нас много разных процедур, в том числе обучение, про которое, вот вы уже спрашивали, оно начнется с октября месяца 2017 года. Потому что это же тоже бонус будет, обучение. Конечно. Можно научиться бесплатно причем, да? Но при этом нам нужно будет пройти это обучение, найти возможность, там, время для того, чтобы переходить на занятия. Хотя они будут не так часто, около один-два раз в месяц, во внеурочное, во вне рабочее время, чтобы у всех была возможность добраться. Мы о чем будем говорить на обучении? Прежде всего, это, конечно, об истории нашего города, о нашем крае. Будем говорить об особенностях, которые есть там в нашей Самаре, о наших достопримечательностях. Мы будем развивать чувство гостеприимства и будем работать над тем, как встречать гостей, как с ними обращаться, как с ними знакомиться, как отвечать на их вопросы. Для тех кандидатов, которые заявляют очень низкий уровень знания английского языка, будет программа, которая позволит на каком-то самом начальном этапе научиться отвечать на вопросы, хотя бы, как меня зовут, где можно получить более подробную информацию. Ну и завершающим этапом обучения станет один день чемпионата репетиционный, когда мы выйдем все на наши объекты и уже в качестве репетиции попробуем, как эта большая наша машина такая чемпионатная заработает, и уже будем стопроцентно готовы ко встрече гостей и к старту этого большого события. Дарья, вы провели уже много интервью, так называемых, что сегодня интересует и мотивирует волонтеров. Почему? Вот вы спрашиваете, наверное, почему? Конечно, да, конечно, мы спрашиваем. Интересно. Кандидаты, в основном кандидаты заявляют о том, что они хотят стать частью грандиозного исторического события. Говорят о том, что они хотят помочь городу достойно встретить чемпионат, помочь гостям города, иностранным гостям в ориентации в городе, куда поехать, куда пойти, какие достопримечательности показать. Ну и, соответственно, посмотреть изнутри, как проходит такое мероприятие грандиозное, как чемпионат мира. Ну и стать частью этого события. Понятно. Также многие говорят, что хотят просто попрактиковать знания своего иностранного языка, для того, чтобы тоже получить какой-то личный опыт. Хотят, не стесняются говорить о том, что я хочу заявить о себе, показать, что я вот это могу сделать, и это мне пригодится дальше в моей карьерной лестнице. Поэтому это тоже очень важно, чтобы кандидаты смогут реализовать какие-то свои личные амбиции во время проведения чемпионата, пока они являются волонтерами. Помимо всего этого грандиозного. Да, конечно, это есть такие моменты, как «хочу найти новых друзей», люди хотят пообщаться, развить свои коммуникативные навыки, узнать истории жизненные других людей также. В общем, в основном это общение, все, что привлекает наш кандидат. Вспомнила, один кандидат, когда подготовила статистику, ответила, что я хочу, почему я хочу стать волонтером во время проведения чемпионата, я хочу найти свою вторую половину. Так что есть и... Тоже возможно. Почему нет столько людей, столько возможностей, новых знакомств, ярких, красивых. И даже известных персон тоже можно попробовать, и спортсменов, и, наверное, будут интересные личности. Конечно. Скажите, пожалуйста, сегодня, вот если говорить о нынешнем уровне волонтерского движения в Самаре, его как можно охарактеризовать? Какие направления наиболее востребованы, популярны, численный состав, качественный, вот что на нынешний день оно из себя представляет? Ну, в принципе, по волонтерскому движению Самарской области я, наверное, не смогу дать точной информации. Я знаю, что у нас очень развито спортивное волонтерство, потому как много спортивных мероприятий и регионального, и международного уровня проходит на территории Самарской области. Здесь не только Самара, но еще и Тольятти. Такой мощный город, который принимает такие большие события. Очень развито у нас патриотическое направление. Дарья, насколько я знаю, тоже является волонтером этого направления и регулярно ездит на военно-патриотические игры, соревнования, периодически. Ну, и также участвует в параде памяти, параде победы на площади. А патриотическое направление что оно в себя еще включает? Вот кроме таких мероприятий, парадов? Патриотическое направление волонтеры победы, они помогают, общаются с ветеранами не только в преддверии 9 мая, а круглогодично. Выезжают к ветеранам домой, общаются с ними, помогают им по дому, что требуется ветеранам. Многие живут одни, и на самом деле им очень тяжело убраться, приготовить, покушать или почистить во дворе. Есть группа волонтеров, которые с радостью приезжают к ветеранам и помогают им во всем. Ну, и также военно-патриотические игры. У нас в городе, в области очень много военно-патриотических клубов. Ну, и также вот проводим соревнования. Да, потому что эта тема патриотическая, она становится все более актуальной. Я поэтому и хотела уточнить и выяснить. И даже, мне кажется, знание о своем крае, информация, краеведение, в этом тоже есть патриотизм. Потому что если ты не знаешь историю, место, где ты живешь, родился и так далее, то это уже... Да, и у нас вот кандидаты, у нас около 9 еще зарубежных стран, помимо России, заявляются. Да, в том числе и Польша, и Нигерия. И они... Вот уж что интересно-то! Да, к нам на собеседование говорят о том, ну, а как я вот, я же не смогу рассказать о городе самой, я же ничего не знаю, я же приехала. На самом деле тоже не страшно, мы еще раз, да, всему научим, все расскажем. Главное иметь желание общаться, быть добродушным и легко устанавливать контакты там с незнакомыми людьми, с малознакомыми людьми, быть открытым к общению. Ну, чем мир по футболу будет проводиться не только в Самаре, в других городах, но у каждого города своя специфика. Вот как вы определите нашу специфику Самары, чем мы будем отличаться от других городов, где будет проводиться чемпионат? Вот в чем она? И есть, наверное, общая федеральная программа, как я понимаю, и городская программа, да? Да. Вот в чем разница такая? Есть две программы от набора волонтеров во время подготовки и проведения чемпионата мира. Программа федеральная, она уже завершила набор, он завершился 30 декабря 2016, и сейчас они уже проводят собеседование. И основная особенность и направление деятельности волонтеров федеральной программы – это работа на спортивных объектах и встречать гостей в самых больших точках. Это железнодорожный вокзал и в аэропорту. Городские волонтеры, регистрация на которых продолжается, она будет идти до конца февраля 2017 года, на сайте волонтер63.рф. И наша основная задача – показать гостям наш город. И самый главный наш объект – это фестиваль болельщиков. И для каждого города, принимающего чемпионат, это вот отдельное такое событие грандиозное, которое работает все 32 дня, каждый день, без выходных, в отличие от стадионов и матчей, которые там проходят, не каждый день. То есть у нас такая очень серьезная, ответственная задача – все 32 дня быть в тонусе, с хорошим настроением, встречать гостей, помогать им ориентироваться и получать удовольствие от этого грандиозного события. Дарья, чем сегодня занимается Центр? Вот ваша ежедневная, повседневная работа, она в чем заключается? Мы общаемся с кандидатами ежедневно, повседневно. Вот в день, понятно, что каждый день разное и разное количество людей приходит, цифра такая есть какая-то средняя, вот кто приходит, сколько вернее? Сколько человек приходит за день? Человек 6-7 может к одному рекрутеру прийти, мы с ним общаемся. А еще и много рекрутеров? Да, у нас, конечно, команда рекрутеров, которые ежедневно в Центре проводят такой этап, как собеседование с кандидатами волонтера. Мы их обзваниваем, договоримся с ними о встрече, потом уже непосредственно встречаемся, общаемся, ну и все. И вот воспользуясь случаем, хочу выведать у вас профессиональные секреты. Вот обычно, когда люди устраиваются на работу, их учат дополнительно, еще есть курсы, как правильно представить себя на интервью, правильно резюме составить и так далее. Вот посоветуйте что-то, как правильно себя в вашем случае вести. Я думаю, всегда обращаешь внимание на человека, который пришел, уверен, уверен в том, что он хочет принять участие в этом событии и не сомневается о том, что, да, не знаю, буду, не знаю, не буду, да, я буду волонтером, хочу быть. Причем люди, невзирая на то, что вы еще кандидат и еще неизвестно, пройдете вы или нет, они с уверенностью говорят, да, я буду волонтером чемпионата. На таких людей, конечно, сразу обращаешь внимание. Ну и рассказывать побольше жизненных историй, возможно. Многие люди думают то, что это, наверное, вам не интересно будет, а на самом деле это пригодится, какой-нибудь организаторский опыт, если есть. Опыт работы в команде, ну и, соответственно, знание языков, которые не все заявляют, не все об этом говорят. Да. Олеся, а спортивное направление в волонтерстве существует, как оно развивается, в чем выражается или нет такого? Есть, конечно, есть. Это, прежде всего, волонтеры, которые работают на спортивных мероприятиях, и можно сказать, что волонтеры чемпионата мира – это тоже спортивные волонтеры, потому как есть здесь особая специфика, есть много разных направлений, это работа с командами, работа со зрителями, и организация там весового процесса, прохождение там соревнований, чтобы все пошло гладко, четко. У нас, например, когда открывался торжественный наш центр, посол чемпионата мира в Самарской области Николь Радамакин сказала очень важную фразу, когда она пришла к нашим ребятам познакомиться, пообщаться. Она сказала о том, что волонтеры – это, в принципе, самые главные люди на спортивных соревнованиях, потому как спортсмен общается прежде всего с ними, потому как зритель общается прежде всего с ними. Возникает какой-то вопрос, куда пойти, у кого спросить, конечно, начинают искать людей, которые так или иначе имеют отношение к мероприятию. И это всегда волонтеры, которые постоянно там на своем месте дежурят, готовы помочь, ответить на всякие разные вопросы и решить ситуацию. Поэтому волонтерство спортивно очень активно сейчас развивается, и чемпионат мира, конечно, будет способствовать развитию этого направления. И много даже, вот среди наших кандидатов есть много спортсменов, которые являются… Вот, да, хотелось бы узнать. У нас есть чемпион Европы по фитнес-аэробике в Самаре, есть трехкратный чемпион Самарской области по футболу, есть и игрок футбольного клуба «Крылья Советов», есть и кандидаты наук, там, и юридических, и педагогических. Им всем важно принять участие в этом событии, и всем важно внести свою лепту в то, что будет происходить у нас в городе. Угу. Ну, вот с Олесей мы уже разговаривали на тему того, почему ее лично привлекло волонтерство. Вот, так как Дарья у нас первый раз в эфире, вы почему выбрали для себя вот такое направление? Как волонтерство? Да, да, да. И почему участие в этом? Волонтерство меня привлекло уже достаточно давно, и как до сих пор не отпускает. Я как и на патриотических мероприятиях принимаю участие, так и на спортивных, на крупных спортивных. Я была волонтером на чемпионате Европы, чемпионате России. Нравится, мне нравится общение с этими людьми, мне нравится заряд, который, заряд эмоций, которые мы получаем там. Мне нравится атмосфера, которая царит вокруг волонтеров, на самом мероприятии, то, что происходит. Мы там готовы работать, ну, есть у волонтеров график определенный. Готовы работать сверх этого графика, ну, потому что интересно, потому что охота и вот эти воспоминания, они на самом деле надолго остаются в памяти. Да, а самое яркое какое? Вот есть сейчас подытожить. Первое, что вспоминаете? Если брать спортивные мероприятия, то... Да не обязательно, ну, вообще. Ну, если все мероприятия разделяются по специфике. Если спортивные мероприятия, то это, наверное, чемпионат Европы по дзюдову проходил, который в городе Самара. А если военно-патриотические, то... Точнее, патриотические, то это военно-патриотические сборы на базе воинских частей. Такие мероприятия мне уж очень нравятся. Да, но для девушки это вообще, конечно, очень интересно. Олеся, такой вопрос. Будет иметь волонтер какое-то удостоверение? И вот вопросы... Даже тут, я не знаю, с безопасностью, с чем это связано? Потому что вот будет общаться... Просто же может горожан, горожанин подойти там к спортсмену или сказать, тут я вот вам покажу, я тут волонтер вот проходил мимо волонтерской команды. Или волонтер подготовленный, специально наученный всему, как, чего... Конечно, волонтера нетрудно будет узнать среди обычных граждан города, потому как они будут красивые и нарядные. У каждого волонтера будет бейдж, он будет удостоверением личности во время проведения чемпионата. Потому что каждое направление волонтерское, каждая функция определенная, и вообще все сотрудники, которые будут работать на чемпионате, есть определенная там зона доступа, кто куда может проходить. И вот по бейджику мы как раз будем понимать, где сейчас должен находиться этот человек, на какой функции он занимается. Все это можно будет понять по бейджу, там будет и фотография, поэтому мы кандидатов просим фотографироваться, когда они заполняют заявки, либо фотографируем их уже у нас в центре, если вдруг они не смогли этого сделать самостоятельно. Это как раз нужно для того, чтобы понимать, что этот человек не просто так с улицы, а что это человек-волонтер, прошедший подготовку, и он действительно может оказать помощь в той или иной ситуации. Да, но в чемпионат мира включатся не только волонтеры, но и горожане очень много будут к этому причастны. У вас есть какие-то пожелания для самарцев, вот от них как себя вести нам? Потому что это же весь город будет в этом участвовать. Главная задача Самары и жителей города Самары – это показать гостеприимство, дружелюбие и любовь к тем гостям и жителям даже Самарской области, которые съедутся на это огромное событие. Мы ожидаем, что около 300 тысяч приедет в городу Самару во время проведения чемпионата. Это колоссальная цифра, поэтому нужно быть очень терпеливыми, дружелюбными, открытыми и по возможности, конечно, оказывать содействие и поддержку тем людям, которым она понадобится. И вот не испортить, не омрачить пребывание гостей никаким образом. Ну, конечно, это прежде всего лицо нашего города, это лицо нашей страны, и от того, насколько ярким и позитивным она будет, это, конечно, зависит не только от волонтеров, не только от специалистов, а от тех людей, которые будут встречаться даже просто на улице, проходя мимо. Тем более, что сегодня туристическое направление очень активно внутреннего туризма развивается, и потом, после чемпионата, должно быть много желающих действительно посетить нашу преображенную к тому времени Самару. И, Дарья, лично вы что ждете от этого события? У нас буквально меньше минуты. Как вы его вообще представляете? Вот Олеся сказала, 300 тысяч еще к нам приедет. Это будет грандиознейшее событие, на самом деле, с кучей фанатов, с кучей болельщиков и с такими же заряженными жителями Самарской области, города Самары. Это будет, на самом деле, незабываемо и станет частью исторического события. Мы в этом не сомневаемся. Да, ну, еще раз давайте объявим, что набор заявок продлевается до? До конца февраля 2017 года, то есть до 28 февраля. На сайте волонтер63.рф вы можете оставить свою заявку и стать кандидатом волонтера городской региональной программы «Городские волонтеры». Мы ждем всех желающих, кто хочет показать достойно нашу городу. Да, все, спасибо большое за участие, спасибо вам за внимание, всего хорошего, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова